так ну что поехали смотрите мы начинаем новую тему которая в миттерм не войдет все равно надо внимательно потому что потому что в миттерм не войдет а все остальные мероприятия войдет это очень ключево в некотором смысле в начале каждой темы я могу говорить что это ключевая тема нашего курса когда мы обсуждали пределы я говорил что это ключевая тема курса это была правда сейчас мы обсуждаем производная это тоже ключевая тема курса потому что в общем-то анализ состоит из дифференциального и интегрального исчисления анализ функции однопеременной все что было до того это было некоторое подготовительное мероприятие в какой-то мере давайте поговорим про производная это такая штука которая в школе в какой-то мере проходит и это обычно приводит к тому что более или менее все выпускники школ могут посчитать производную и очень мало кто может объяснить что это такое поэтому мы начнем с обсуждения того что это такое кому-то этот материал может быть знакомым более знакомым чем там вся история про пределы например но полезно полезно аккуратненько все это проговорить и вспомнить понятие производной связано с понятием скорости скорости роста скорость изменения с такими понятиями которые как бы имеют отношение к каким-то ну к чему то что меняется с течением времени ваша скорость зато насколько быстро вы движетесь насколько быстро меняется ваше положение с течением времени если мы говорим там браку не скорость роста чего-нибудь скорость роста ввп да это опять же с какой как бы насколько сильно с течением времени этот самый поменяется вот поэтому мы сейчас этой лекции и там на ближайших лекциях когда будем обсуждать производную будем в голове держать такую интерпретацию функций и интерпретацию и графиков значит если у меня нарисована какая-то нарисован какой-нибудь график функции я буду считать что у меня горизонтальная ось символизирует время но вертикально будет символизировать положение какого-то объекта ну вот допустим объект может двигаться либо вверх вниз либо там вперед назад в общем какое-то какое-то изменение положения объекта которая может двигаться ну грубо говоря по прямой соответственно в этой интерпретации например что означает вот такой вот график что происходило с нашим объектом с течением времени но вот тут вот он допустим стартовал вот допустим у нас есть какой-нибудь момент времени x0 мы находились в каком-то положении ну давайте я расскажу что это игрек равняется f от x но если у нас было какое-то стартовое положение допустим игрек номер и дальше дальше мы стали двигаться двигаться мы стали вверх ну или вперед как угодно в 1 дальше чтобы дальше чтобы что происходил значит вот мы двигаемся двигаемся а здесь вот мы дошли до вот этого точечки вот что здесь произошло в этой точке разворот да мы двигались 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 вверх а потом вот в этой точке перестали двигаться вверх а наоборот начали двигаться вниз назад назад мы поехали поехали назад потом вот здесь вот мы тоже остановились на секундочку и стали двигаться наоборот вперед ну и соответственно когда мы думаем вот так вот об этом графике как о графике некоторых движения возникает естественный вопрос понятно что мы двигаемся здесь каким-то разными скоростями. В этот момент мы остановились. Прежде чем повернуть назад, мы на мгновение остановились. Тут мы двигались с какой-то скоростью. Понятно, что эта скорость как-то менялась в течение времени. От этого момента до этого момента она, видимо, в какой-то момент уменьшалась. Это означает, что нам нужен инструмент, который бы нам эту самую скорость описывал. Говорил бы, что такое скорость. Давайте введем соответствующие понятия. Первая штука, которую я ввожу, это понятие средней скорости. Давайте я немножко продолжу этот график вот сюда. На самом деле, я отметил какую-то точку x0, но в принципе совершенно не обязательно, чтобы это было прямо-таки начало движения. Может быть, мы двигались как-то и раньше, и до этой точки x0. Я совершенно не требую, чтобы функция, чтобы x0 была в ограниченной точке области определения. Как раз наоборот, мне сейчас нужно будет, чтобы x0 была в внутренней точке области определения, чтобы функция была определена где-то в ограниченной точке x0. Поэтому давайте я этот график как-нибудь вот так вот дострою. И теперь, допустим, что я хочу понять, насколько далеко я уехал. Вот я стартовал из точки x0. Точнее, стартовал я из точки y0 в момент времени x0. Ну и дальше проехал какое-то время. Допустим, я проехал время какое-нибудь такое. Давайте здесь у меня будет точка x0 плюс дельта x. Значит, вот этот промежуток – это дельта x. Значит, вот этот треугольничек – это буква дельта. Ну, я думаю, что многие с ней знакомы. Дельта x здесь – это такой единый символ. Это не отдельно дельта, отдельно x. Это не произведение дельты на x. А это просто некоторая отдельная такая составная символ. Вот. Соответственно, вопрос, на который я хочу ответить, такой. Значит, какова средняя скорость при движении от момента x0 до момента x0 плюс дельта x. То есть я проехал по времени, я двигаюсь дельту x. И дальше я хочу понять… Вот я за это время куда-то попал. Дальше я хочу понять, насколько быстро я двигался на этом промежутке времени. Какова средняя скорость. Чтобы найти среднюю скорость, нужно… Ну, что есть школьная формула – расстояние делить на время. Значит, нам нужно посмотреть, как далеко мы уедем за это время. Ну, давайте смотреть. Значит, в момент времени x0 мы находились вот в этой точке, в точке f от x0. В момент времени x0 плюс дельта x мы будем находиться… Значит, в какой момент времени… В какой точке мы будем находиться в момент времени x0 плюс дельта x? f от x0 плюс дельта x. Здесь будет f от x0 плюс дельта x. Соответственно, что нас интересует? Нас интересует, как далеко мы уехали. Расстояние, которое мы проехали – это, на самом деле, разница между этими двумя значениями функции. Тут нужно понимать, как мы меряем расстояние. Например, если бы я взял точку x0 плюс дельта x где-нибудь вот здесь, то понятно, что я ехал сначала вверх, потом вниз, сначала вперед, потом назад. И вот меня интересует не сколько я в сумме проехал, а сколько… Как далеко я уехал. То есть меня интересует чистое расстояние. Насколько далеко я уехал. И это означает, что если в какой момент я ехал назад, то вот это движение назад, оно как бы внесло в это расстояние отрицательный вклад. Поэтому меня интересует сейчас просто вот эта вот разность между f от x0 плюс дельта x и f от x0. Значит, расстояние. Вот такое. Время движения. Это просто дельта x, потому что мы так сказали. Значит, средняя скорость. Мы знаем, как найти среднюю скорость. Нужно расстояние поделить на время. То есть это будет как раз. Вот такая штука. f от x0 плюс дельта x минус f от x0 и поделить на дельту x. Значит, это средняя скорость движения за время дельта x. На участке от x0 до x0 плюс дельта x. Вот. Теперь смотрите. Окей, мы так посчитали среднюю скорость. И понятно, что эта средняя скорость может быть разной. Если бы я дельту x выбрал бы вот такую, например, так что я попал бы вот в эту точку. Что вы можете сказать про среднюю скорость вот на таком участке по сравнению со средней скоростью на том участке, который отмечен? То есть это если бы я бы вот такое вот время был. Средняя скорость где была бы больше? На исходном участке или вот на этом новом участке? На исходном. На исходном. На исходном она была бы больше. Потому что вот здесь вот мы проехали какое-то время назад. И это как раз нам уменьшило расстояние, на которое мы уехали. И поэтому средняя скорость, на самом деле, уменьшится. То есть понятно, что средняя скорость зависит от дельты x. Мы бы хотели бы ответить... Сейчас у нас объект, который отвечает на вопрос о скорости, он сложный. Он зависит от начальной точки, зависит от того промежутка, на котором мы эту самую скорость меряем. Мы бы хотели получить что-то более простое. Мы хотели бы ответить на такой вопрос. А вот конкретно вот в этой точке, ну, допустим, вот в этой точке x0, мы как ехали? Быстро или медленно? Какова наша скорость, мгновенная скорость движения вот в конкретной точке? Например, здесь, в точке x0. Поскольку понятно, что более-менее визуально можно поверить в то, что если у нас дельта x большая, то у нас есть какой-то длинный промежуток времени. И на этом промежутке времени скорость могла меняться. А если мы возьмем дельта x очень маленькой, то там, в общем, скорость, наверное, меняться будет не сильно. Поэтому если нас интересует мгновенная скорость в конкретной точке, то это означает, что нас интересует средняя скорость за очень маленький промежуток времени. Это означает, что мы хотим вот эту дельту x сделать очень маленькой. Ну, то есть формально это означает, что мы хотим перейти к пределу при дельте x, стремящемся к нулю. Мгновенная скорость. В точке x0. Она же, производная функция f в точке x0, определяется таким образом. Это предел при дельте x, стремящемся к нулю, ну, от вот той штуки, которую мы написали. Вот, это наше ключевое определение во всей этой истории, связанной с производной. Этот предел можно немножко по-другому написать. В некоторых ситуациях будет чуть-чуть удобнее использовать другие обозначения. Не вводить отдельно дельту x, а наоборот сказать, что вот это x0 плюс дельта x. Ее можно обозначить просто через x. Можно сказать, что вот эта штука – это просто x. И тогда переписать этот предел в таком виде. Это и есть предел при x, стремящемся к x0. f от x минус f от x0 разделить на x минус x0. Что-то не видно. Все будет видно. Да. Все будет видно. Все будет понятно. Все, хорошо. Все будет gesprochen. Все будет немного назватками. С понятием производной связана еще одна важная вещь. Вообще во всей этой истории нас будут очень сильно интересовать линейные функции, а именно давайте поговорим немножко про линейные функции и движение с постоянной скоростью. Движение с постоянной скоростью. Движение с постоянной скоростью означает следующее. Допустим, я находился в какой-то момент времени в каком-то месте. Дальше я подождал одну единицу времени и сдвинулся на какое-то расстояние. Потом я подождал еще такую же единицу времени и сдвинулся на такое же расстояние и так далее. Я сейчас нарисовал какие-то отдельные точки, но понятно, что если мы будем так продолжать, если передвижение при сдвигах за одни и те же промежутки времени мы будем проходить одно и то же расстояние, но понятно, что эти точки выстроятся в такую прямую. И на самом деле, если посмотреть, как все это работает, вот у меня есть какая-то прямая. Она задается как функция kx плюс b. y равняется kx плюс b. Это уравнение линейной функции. По крайней мере, в анализе такие функции называются линейными. У вас будет линейная алгебра, где вам объяснят, что на самом деле эти функции правильно называть не линейными, а афинными. Но мы их называем линейными. И эта функция замечательна тем, что у нее средняя скорость движения по любому промежутку времени будет одинаковая. Давайте проверим. Значит, у нас любая средняя скорость, то есть f от x0 плюс дельта x минус f от x0 разделить на дельту x. Значит, если я сюда подставляю мою линейную функцию, получается такая штука. kx0 плюс дельта x минус kx0 разделить на дельту x. И kx0 сократится, остается k дельта x разделить на дельту x. Получается k. То есть, действительно, вот этот закон, линейный закон, он действительно задает движение с постоянной скоростью. В частности, это означает, что средняя скорость из любой точки, из любой интервал времени, она одинаковая, не зависит ни от точки, ни от интервала времени, и она всегда равняется k этому угловому коэффициенту. Вот этот самый k показывает, насколько далеко вы уедете. Значит, вот этот k называется угловой коэффициент. и он показывает, насколько далеко вы уедете за одну единицу времени. Ну, то есть, фактически, это просто есть наша скорость. Поскольку вот это движение с постоянной скоростью ужасно простое и понятное, вся последующая история состоит в том, что мы, на самом деле, хотим приближать наше движение по какому-то более нетривиальному, нелинейному закону, движение с переменной скоростью. Мы хотим приближать, как-то аппроксимировать вот этим вот простым законам движения с постоянной скоростью. Собственно говоря, давайте вернемся к вот этому графику. И давайте задам такой вопрос. Вот представьте себе, что я бы двигался таким образом, чтобы двигаться с постоянной скоростью, но так, чтобы попасть вот отсюда, вот сюда. То есть, я хотел бы двигаться вот так. Вот по такому закону. Да, какую скорость мне нужно было бы выбрать? Если я хочу попасть из точки f от x0 в точку f от x0 плюс дельта x, двигаясь с постоянной скоростью, попасть я хочу за время дельта x. Ну, тангенс, получается, то есть отношение высоты этого треугольника на нижний кассет. Да, совершенно верно. Значит, во-первых, понятно, что для того, чтобы найти вот этот угловый пациент k, ну, в принципе, как? Вот если вот здесь вот у нас, вот если мы сдвигаемся на единицу по горизонтали, то по вертикали мы сдвигаемся всегда на k. Да, но если бы мы сдвинулись бы, например, по горизонтали не на единицу, а на двойку, то по вертикали мы бы сдвинулись бы на 2k. И таким образом, чтобы найти k, нам нужно просто поделить, нам нужно нарисовать любой вот такой вот прямоугольный треугольник и поделить то, насколько мы сдвинулись, поделить на то, сколько мы прошли. То есть это как раз наша средняя скорость. И возвращаясь теперь к вот этой картинке, действительно понятно, что угловый пациент вот этой прямой, он как раз равен средней скорости. Давайте я это напишу. Значит, вот эта штука, это y равняется kx плюс b, где k – это есть средняя скорость. То есть это есть вот эта самая наша штука, f от x0 плюс дельта x минус f от x0 разделить на дельта x. Вот. То есть смотрите, еще раз я это проговорю, средняя скорость на каком-то промежутке – это такая скорость, которая позволяет нам, двигаясь с этой постоянной скоростью, попасть, стартуя оттуда, откуда мы вышли, попасть туда, куда мы пришли к концу этого промежутка. Вот. Теперь смотрите, что будет происходить, когда я дельту x буду уменьшать. Значит, у меня сейчас x0 фиксированная, а вот эта вот точечка, вторая точечка, она будет меняться, она будет приближаться к x0. И у меня будет получаться такая штука, что вот у меня вот эта прямая, она будет тоже как-то меняться, но по мере того, как у меня будет вот эта точка приближаться к красненькой точке, эта прямая вполне вероятно будет просто иметь какой-то предел, то есть она будет стремиться к какому-то положению. И на самом деле понятно, к какому положению она будет стремиться. Она будет стремиться ровно к прямой, у которой угловой коэффициент равен как раз производству, равен этому пределу. Потому что у каждой из вот этих вот прямых угловой коэффициент равен средней скорости. Значит, когда мы дельта x уменьшаем, у нас угловой коэффициент той прямой, которая получается, к которой стремятся наши прямые, он будет стремиться вот к этой величине. Значит, тут есть стандартное название. Вот эта прямая, которая проходит через две какие-то точки на графике функции, значит, эта прямая называется секущей. А вот то предельное положение, к которому эта секущая стремится, когда я правую точку приближаю к фиксированной левой, она называется касательной. График уже немножко перегружен. Давайте я сейчас еще раз перерисую и покажу там секущие и касательные. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, вот одна секущая. Вот мы начинаем ее приближать. Начинаем приближать эту точечку к другой точке. И вот мы получаем в пределе какое-то положение. Вот такое вот какое-то. И вот это положение будет как раз касательный. А вот эти вот синие линии – это секущие. Вот. То есть, смотрите, что получается. Значит, во-первых, секущая, она как бы приближает наше движение на каком-то интервале времени, приближает его такое вот движение с постоянной скоростью. Ну, что значит приближает? Она нам обеспечивает движение с постоянной скоростью, которое говорит нам, что мы попадем туда же, куда и должны были попасть. А касательное – это как бы такое приближение нашего графика вблизи вот той точки, с которой мы работаем, вблизи х0. То есть, мы говорим, что касательное как-то приближает нашу функцию. В некотором смысле, хорошо приближает. Что это значит, мы чуть-чуть попозже обсудим. Но это вот такое, это в некотором смысле такое постоянное движение, которое близко к нашему настоящему движению в конкретной точке. Это что касается геометрии и такого динамического подхода к производной. Есть ли какие-нибудь вопросы сейчас на текущем этапе? Вопросов нет. Хорошо, давай тогда я задам вопрос. А вот скажите, может ли такое быть, чтобы касательно пересекало график в нескольких точках? Да. В двух точках. Ну, да, в двух. Ну, например, в двух. Или в трех. Больше, чем в одной точке. Ну, тогда ведь это не касается определения. Да, может, может. Ну, да, собственно, почему я этот вопрос задаю? Потому что, ну, как бы первое столкновение обычно, которое люди, первое столкновение со словом касательно возникает в геометрии, и там речь идет про касательную к окружности. Как бы единственная непрямолинейная кривая, которую изучают в школьной эфиридовой геометрии, это окружность. И там действительно тоже есть понятие касательной, которое геометрически очень близко к той касательной, которую мы сейчас обсуждаем. Но там касательная определяется именно как прямая, которая с окружностью имеет ровно одну точку пересечения. Тут, когда мы говорим про более абстрактное понятие, связанное с касательной функцией, такого определения мы позволить себе все-таки не можем, потому что касательная может пересекать график функций в разном количестве точек. Можно себе представить какой-нибудь вот такой вот график, например, и вот у меня есть какая-нибудь касательная вот в этой точке, и эта касательная чудесным образом может пересечь этот график еще в какой-нибудь точке. Это совершенно не запрещено. Я построил не график. Вот так вот я ее сделаю. Хорошо, давайте пойдем дальше. Давайте попробуем порисовать каких-нибудь... Посмотрим, как ведет себя производная. Надо вот чего учитывать. Смотрите, когда я определял производную, видите, вот здесь я пишу, что у меня производная, она обозначается f' и тут видно, что я написал f' в точке x0. Дело в том, что поскольку производная показывает скорость роста в конкретной точке, а скорость роста зависит от точки, производная функция сама является тоже функцией. В разных точках у нас разная скорость роста, и поэтому возникает новая функция, которая, кажется, называется производная. Вот, соответственно, давайте попробуем понять, как связан график самой функции с графиком ее производной. Ну вот давайте возьмем какой-нибудь пример, несложный. Значит, моя задача сейчас не пользуясь никакими формулами, а просто пользуясь представлением о производной и как о скорости роста функции, попробуем понять, как выглядит, например, график производной для какой-нибудь вот такой вот функции. Значит, вот здесь у меня нарисован, сверху у меня сейчас нарисован график y равняется f от x, а снизу я буду рисовать график производной. Здесь я хочу нарисовать y равняется f' от x. Ну, давайте смотреть. Давайте возьмем какую-нибудь точку, например, вот эту точку. Что здесь делает функция? Она возрастает или убывает? Убывает. Убывает. Давайте смотреть. Если функция убывает, это означает, что с течением времени мы уходим не вверх, а наоборот вниз. То есть вот эта разница в значении функции в том, куда мы пришли и откуда мы ушли, она будет отрицательной. Это означает, что производная тоже будет отрицательная. Давайте теперь посравниваем. Ну, вот давайте я возьму, здесь напишу какое-нибудь отрицательное число. Но поскольку я все делаю так чисто глазомерно, я не знаю, какое точное число отметить. Но давайте я какое-нибудь отмечу. И давайте дальше посмотрим на какую-нибудь другую точку. Например, вот пусть у меня вот эта точка называется x1. И вот она же здесь. Давайте я возьму какую-нибудь точку x2. Даже давайте я ее еще поближе возьму. Здесь x2. И дальше мой вопрос такой. Ну, понятно, что и здесь, и здесь функция убывает. Но где она убывает быстрее? То есть где производная более отрицательная? Чтобы на этот вопрос ответить, полезно представить себе касательную. То есть касательную проще всего представлять себе так. Можно представить себе, что наш график, но давайте в данном случае верхняя часть графика, над график, давайте представим себе, что он вырезан из фанеры. И я прикладываю к этому куску фанеры с наружной стороны. Ну, в данном случае так. Я прикладываю такую линейку, как бы не очень длинную. Вот так как вот эта линейка приложится, вот так вот, например, так и пойдет касательная. То есть максимально плотно вот в этой точке приложить линейку. Значит, вот у меня одна касательная вот здесь, и другая касательная вот тут. Там, где касательная более вертикальна, там, соответственно, у нее угловой коэффициент больше по модуне. Соответственно, здесь сейчас видно, что у нас вот здесь вот скорость убывания была больше, чем вот здесь. То есть это означает, что если говорить про сам по себе величину, сам по себе скорость, то вот здесь скорость была сильно отрицательная, а здесь она будет уже не очень сильно отрицательной. Но тоже пока будет отрицательной. Поэтому давайте я вот сюда вот поставлю точечку. Такую, менее отрицательную. Давайте посмотрим, что дальше происходит. Если я возьму точку вообще в нуле, точечку x3, пусть она у меня в нуле. Что там можно сказать про скорость, про мгновенную скорость? Ну, скорость ноль. Скорость ноль, да. Несмотря на то, что мы постоянно движемся, у нас нет здесь никаких интервалов, на которых мы были бы неподвижны, целых интервалов. А вот если бы мы стояли бы неподвижно, то это означало, что у нас была бы какая-то горизонталь. Никаких горизонтальных тут нет, но тем не менее мгновенная скорость роста вот в этой точке равно нулю. Потому что мы только что убывали, спустя несколько мгновений мы начнем возрастать. Ну, значит, здесь мы не убывали и не возрастали. Здесь мгновенная скорость была нулевой. И, собственно говоря, если провести касательную, то она будет просто горизонтальной. Это соответствует движению с нулевой скоростью. Поэтому здесь у нас будет точечка вот такая. Что дальше происходит? Если я, например, возьму еще какую-нибудь точку, вот такую вот, x4. Что здесь происходит? У нас функция возрастает или убывает? Мы увеличиваемся или уменьшаемся? Она возрастает. Возрастает. Да. Ну и на самом деле, опять же, можно сравнить две какие-нибудь точки, чтобы было понятно, как они друг с другом соотносятся. Вот, допустим, у меня есть точка x4, а еще у меня есть вот такая вот точка x5. Тут надо спросить, где функция возрастает быстрее. Опять же, можно прикинуть, как будет выглядеть касательная. Значит, здесь она будет какой-то вот такой. Тут она будет какой-то вот такой. Понятно, опять же, за счет того, что здесь касательная более круто расположена, значит, видно, что вот здесь возрастание медленнее, чем вот здесь. В точке x5 функция возрастает быстрее, чем в точке x4. Это тоже как-то нужно отметить на графике производной. Вот как-то так он будет выглядеть. Но я отметил какие-то конкретные точки. Ну, давайте я просто соединю эти точки какой-то кривой. И получается что-то вот в таком роде. На самом деле, у меня получилось что-то ужасно похожее напрямую. И на самом деле, могло бы получиться не совсем так. То есть у меня глазомер все-таки не настолько хороший, чтобы гарантировать, что вот эта точка будет находиться реально здесь, а не, например, вот здесь. Или не вот здесь. Но, по крайней мере, что-то вот такое возрастающее и проходящее через ночь. Вот это я могу гарантировать, глядя просто на график. На самом деле, если прикинуть, что это за график, график какой-то функции, то можно проверить мой глазомер. А именно… Окей, на что похож этот график? На график какой функции? На параболу. На параболу. Параболу. Да, давайте считать, что это действительно парабола. f от x равняется x квадрат. И давайте найдем ее производную. Ну, тут, как правило, все мгновенно говорят ответ. Но давайте все-таки честно посчитаем по определению. Предел при дельта x, стремящемся к нулю, x0, допустим, плюс дельта x в квадрате минус x0 в квадрате разделить на дельту x равняется x0 в квадрате плюс 2 дельта x на x0 плюс дельта x в квадрате минус x0 в квадрате поделить на дельту x. Так, я предел забыл. x в квадрате чудесным образом сокращается. Очень хорошо, что они сократились. И дальше дельта x выносится из числителя. Значит, у нас остается такая штука. То есть я могу, на самом деле, сократить на дельту x, потому что, помните, когда мы обсуждали предел, мы всегда говорили, что у нас вот та величина, которая стремится к чему-то, мы говорим, что она никогда не равняется тому, к чему она стремится. И поэтому на дельта x можно сократить, и останется просто вот такая штука. 2x0 плюс дельта x. Ну, а этот предел просто равняется 2x0. То есть я теперь могу здесь везде, на самом деле, заменить x0 просто на x. x0 – это произвольная точка. Я могу какую угодно букву ее обозначать. И поэтому можно сказать, что f' в точке x – это есть 2x. То есть линейная функция. То есть, на самом деле, действительно, что-то очень похоже на то, что у нас здесь нарисовано. Поскольку я никак масштабно вертикально оси не указывал, то, в общем-то, можно поверить в то, что это действительно график функции y равняется 2x. Как видите, такой глазомерный способ представления графиков, он, в общем, выдал результат, который неплохо согласуется с посчитанным по формулам. Ну, было бы странно, если было бы по-другому. Это бы означало, что у нас что-то фатально не работает. Ну, вот простейший пример вычисления производной функции по определению. Надо сказать, что когда я впервые такую штуку то ли прочитал, то ли сделал, это произвело на меня большое впечатление. Вообще, у меня есть несколько таких довольно запоминающихся столкновений с математикой, когда я все это изучал. И вот это столкновение с производными – это одно из таких довольно сильных впечатлений. Какое-то время я настолько проникся определением производной, что при наличии под рукой какого-нибудь мела или куска кирпича, писал это определение на всех подходящих поверхностях, типа асфальта или заборов. Вот. Ну, я тогда небольшой был. Вот. Ну, хорошо. Давайте посмотрим на следующий вопрос. А именно, собственно говоря, когда мы что-то определяем с помощью предела, говорим, что какая-то штука – это на самом деле какой-то предел. Ну, мы теперь уже повозившись с пределом, вообще с понятием предела, у нас, как только мы что-то такое определяем с помощью понятия предела, должно возникнуть такое легкое чувство, что здесь может что-нибудь пойти не так. А именно предел может не существовать. И вообще говоря, совершенно не факт, что если я взял какую-нибудь функцию и выписал для этой функции предел, в которой написано определение производной, совершенно не факт, что этот предел будет существовать. Бывает такое, что функция не имеет производной в какой-то точке или даже в любой точке. Те функции, которые имеют производные, это некоторые специально хорошие классы функций, дифференцируемые функции. На наше счастье, многие функции, которые нам реально нужны, они как раз дифференцируемые в большинстве точек. Но бывают и примеры нарушения дифференцируемости. Давайте я их приведу. Не все функции имеют производную. Или, по-другому говорят, дифференцируемые. И первый пример такой. Давайте возьмем функцию модуль X. У нее вот такой вот график. И у этого модуля есть проблема с дифференцируемостью, проблема у него с дифференцируемостью в нуле. Понятно, что за пределами нуля здесь все, в общем-то, хорошо. Потому что, если я рассматриваю маленькую окрестность, не нулевую, то модуль X в любой окрестности, не нулевой точке, он просто линейный. Он просто сам себе линейная функция. И поэтому здесь и здесь у него с производной все хорошо. А вот в самой точке 0 у него с производной все плохо. Почему плохо? Давайте попробуем написать предел при дельте X, стремящемся к нулю. Значит, я пытаюсь найти F-штрих от нуля. Это есть предел при дельте X, стремящемся к нулю. Значит, модуль здесь будет 0 плюс дельте X минус модуль нуля разделить на дельте X. То есть это просто предел при дельте X, стремящемся к нулю. Модуль дельте X разделить на дельте X. Что можем сказать про такую штуку? Значит, чему равняется модуль дельте X разделить на дельте X? Ну, тут разные при... С разных сторон, если X стремится к нулю, там, с левой, с правой. Да, вот сама функция модуль дельте X разделить на дельте X, она принимает значение единицы, если дельте X положительно, и минус единицы, если дельте X отрицательно. Поэтому, в общем, у нас здесь проблема, потому что никакого предела у этой функции нет. Но геометрически это соответствует следующему. Вот смотрите, когда я рисовал картинку с секущими, да, я на самом деле рисовал только половину этой картинки, потому что вот у меня сейчас здесь точка X0, X0 равняется нулю, и вот у меня точка 0 плюс дельта X. Значит, я ее рисовал в основном в случае, когда дельта X положительный. И понятно, что если у меня дельта X положительный, если я стремлюсь к нулю справа, то у меня все эти секущие, они все одинаковые, они все вот такие. Но вообще в определении нигде не сказано, что дельта X нужно стремиться к нулю справа. В определении сказано, что нам нужен двусторонний предел, то есть мы можем рассматривать не только интервал времени, который уходит чуть-чуть вперед, но и интервал времени, который уходит чуть-чуть назад. И в этом случае у нас возникнет проблема, потому что все вот такие секущие для отрицательных дельта X, они будут наоборот вот такие вот убывающие. И, естественно, нет никакого одного предельного положения секущей. Поэтому нет никакой касательной точки. И поэтому никакой производности здесь не существует. Это первый пример нарушения дифференцированности. Значит, нарушения дифференцированности связаны с появлением вот таких вот точек излома. Если у меня график такой гладенький, то соответствующая функция, ну, по крайней мере, сейчас мы еще обсудим какие-то другие способы нарушения дифференцированности, но если у нас график гладенький, то можно предположить, что он соответствует дифференцированной функции. А если у нас в какой-то точке возникает излом, то в этой точке дифференцированность нарушается. Вот. Давайте еще один пример рассмотрим. Еще один пример нарушения дифференцированности. Смотрите, вот есть такая штука, например, корень кубический из X. У нас такая функция. Как выглядит ее график? Значит, нам нужно нарисовать функцию X в кубе и положить ее на бок. Значит, вот так он выглядит. И что вы можете сказать про производную в нуле? Вот если я буду рисовать секущую и приближать эту секущую, опять же, у меня вторая точка будет приближаться к нулю, то у меня эта секущая будет становиться все более и более вертикально. Коэффициент K будет стремиться к бесконечности. Да, и коэффициент K будет стремиться к бесконечности. Собственно говоря, если я попробую написать соответствующий предел, предел при дельте X, стремящемся к нулю, опять же, корень кубический 0 плюс дельта X минус корень кубический из нуля разделить на дельта X. Понятно, что у меня получается вот такая штука. Корень кубический из дельты X разделить на дельту X. То есть это все равно, что единица разделить на корень кубический дельта X в квадрате. И эта штука стремится к бесконечности, потому что вот этот вот корень стремится к нулю, который сейчас в знаменателе. И все, у нас единица, мы делим на что-то, что стремится к нулю, это что-то, что стремится к бесконечности. Вот. Значит, это еще один пример несуществования производной. Это несуществование производной, которое связано, так сказать, с вертикальной касательной. В принципе, я говорил, что касательная – это какая-то прямая, которая задается, как и гриб равняется к X плюс B. Вертикальная прямая таким образом не задается. То есть формально, с точки зрения нашего определения, у этой функции никакой касательной нет. Но если бы я хотел бы ее как-то нарисовать, то, конечно, я должен был бы здесь нарисовать просто вертикальную прямую. Вот. Значит, вот еще один способ, каким производная может не существовать в некоторой точке. Это не единственный способ, которым она может не существовать. Но это такие важные образы, которые полезно держать в голове. Да, надо сказать, что есть некоторые необходимые условия существования производной. А именно утверждение если функция дифференцируема в точке X0, то она непрерывна в этой точке. Вот если нарушаются условия непрерывности, то тогда дифференцируемости точно нет. Вот те примеры нарушения дифференцируемости, которые я приводил выше, они не связаны с такой банальной причиной. Здесь в обоих случаях функция была непрерывна в той точке, в которой мы ее рассматриваем. Но если бы у нас функция терпела бы разрыв в какой-то точке, то там мы уже гарантируем, что она не может быть дифференцируемой. Давайте докажем вот это утверждение, что из дифференцируемости следует непрерывность. Давайте скажем так. В смысле дифференцируемости во всех точках? Вот сейчас все мои текущие рассуждения, они локальные, они про какую-то конкретную точку X0. Дифференцируемость в X0 и непрерывность в X0. То есть дифференцируемость в X0 означает, что есть производная в этой точке. Значит, давайте посмотрим. Для того, чтобы сказать, что функция непрерывна в точке X0, это что означает? Значит, условие непрерывности. То, что мы хотим доказать. Это вот такое условие. Предел при X, стремящемся к X0, F от X равняется F от X0. Можно его немножко по-другому переписать, а именно можно сказать, что это условие переписывается в таком виде. Значит, я как бы сделал замену. Я вместо того, чтобы приближать X к X0, я говорю, что то, что у меня раньше называлось X, теперь называется X0 плюс дельта X. И вместо того, чтобы устремлять X к X0, я устремляю дельта X к 0. Это ровно то же самое. Значит, вот это утверждение, вот это утверждение, они полностью эквивалентны. Значит, давайте докажем, что это условие действительно выполняется. Давайте я скажу вот что. Смотрите. Давайте я рассмотрю вот такой предел. Я хочу показать, что этот предел равен нулю. Если я это покажу, то тогда вот это равенство автоматически выполнено. Ну, давайте посмотрим. Давайте я умножу и поделю всю эту штуку на дельту X. Теперь, что у меня здесь получается? Что можно сказать про вот эту штуку? Куда она стремится? При дельте X стремящемся к 0. Производной. Производной. К F' в точке X0. Вот эта штука стремится к 0. По арифметике пределов, поскольку у нас оба предела существуют, по предположению у меня функция дифференцируема, и поэтому предел вот этой штуки есть и равен F'. Предел вот этой штуки в любом случае есть. Значит, по арифметике пределов я могу сказать, что весь этот предел равен нулю. С другой стороны, я могу посмотреть на вот эту вот штуку и сказать так, что... Значит, раз этот предел равен нулю, да, это означает... Ну, смотрите, значит, вот эта вот штука, это просто константы, я ее могу вынести за знак предела. Можно еще раз будет повторить, ну, вот, то, что 0 умножить на F' по X0... Да, ну, смотрите, значит, вот у меня возникает предел от вот такого произведения. Значит, это... Я рассматриваю два со множителя в этом произведении. Вот этот со множитель и вот этот со множитель. Значит, вот этот со множитель, он при Δx, стремящемся к нулю, стремится к производной. Потому что просто определенные производные так устроены. А второй со множитель стремится к нулю, потому что это Δx, а мы рассматриваем предел при Δx, стремящемся к нулю. То есть мы тут пользуемся тем, что если у нас одна функция ограничена, другая стремится к нулю, то их произведение бесконечно. Ну, на самом деле, просто арифметикой пределов пользуемся. У нас, у нас можно сказать, что вот этот предел равен произведению пределов, а именно вот этого предела умножить на вот этот предел. А, все. И это 0. А с другой стороны, левая часть, это просто, можно записать просто в таком. поскольку f от x 0 просто константа, она вообще не зависит от Δx. Ее можно внести в предел, вынести за знак предела, ничего от этого не поменяется. Вот. Ну, раз так, то, значит, вот эта штука равно нулю, и это как раз означает, что f от x 0 плюс Δx стремится к f от x 0, когда Δx стремится к нулю. А если эта дробь не, ну, неограниченная, почему мы взяли, какую мы взяли ограниченность? Смотрите, мы предположили, мы предположили, что функция дифференцируема в точке x 0. Утверждение, что функция дифференцируема означает, что производная у нее в точке x 0 существует. То есть это означает, что предел вот этой штуки существует. То есть производная, как бы, это какое-то число. Это какое-то число, да, 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 да. Это какое-то конкретное число, да, да, да. Это не бесконечность какая-нибудь, А это условие дифференцированности как раз говорит, что этот предел существует как частный предел. Не бесконечности какие-нибудь, а как частное число. А можно еще вопрос? Зачем мы вынесли из предела минус f от x0? Смотрите, мы хотели показать, что выполняется вот такое равенство. Вот это равенство – это все равно, что утверждение, что вот эта штука равна нулю. Да, понятно. Вот. Окей. Вот, то есть смотрите, что у нас получается? У нас получается такая, сейчас возникает некая такая иерархия хорошести. Значит, функция может быть плохой. Может быть чуть-чуть хорошей, а именно она может быть непрерывной в какой-то точке. Функция может быть еще более хорошей, а именно она может быть не просто непрерывной, а еще и дифференцированной. Ну, бывают функции, которые непрерывны, но не дифференцированы. Вот как показывают вот эти примеры. Соответственно, в дальнейшем нас будет интересовать, то есть, как бы, дальнейший анализ, он, в общем-то, про дифференцируемые функции. По крайней мере, вот этот раздел дифференциальных исчислений. Вот. Поэтому нам в будущем будет важно понимать, какие функции дифференцируемы, а какие нет, и мы на эту тему докажем какое-то количество теоретов. Ну, а пока что вот просто будем говорить, что предположим, что функции дифференцируемы, тогда у нее выполняются такие-то свойства. Вот. Давайте. Да, смотрите, значит, на самом деле есть еще одна такая штука. Вот, если функция у нас определена не в полной окрестности какой-то точки, а, допустим, у нас есть некоторая точка, которая ограниченная точка области определения, то в этой точке можно ввести понятие односторонней производной. Ну, вот, например, у меня есть точка x0. И пусть... То есть, можно рассмотреть такую штуку f' плюс в точке x0. Это и есть тот же самый предел, но только когда дельта x стремится к нулю справа. f от x0 плюс дельта x. Вот. Это называется односторонняя производная, но точно так же обозначается производная слева. Значит, это односторонняя производная. То есть, если мы будем работать с какими-нибудь функциями, которые были на каких-то отрезках, нам будет часто требоваться, например, чтобы наши функции были дифференцируемы, например, но имели бы, допустим, одностороннюю производную в конце отрезка. Такое разумное требование. Вот. Хорошо. Смотрите, я сейчас хочу доказать одно важное утверждение. Оно будет эквивалентно определению производной. Но для многих задач оно будет удобнее, чем определение производной. Давайте проверим, что я ничего не забыл. А можно вопрос? Давайте, да. Как раз. Вот мы доказали еще сверху то, что при дельта x, стремящейся к нулю, мы же не доказали то, что она как бы непрерывна в самой точке x0. То есть, она как бы в окрестности всей непрерывна. Или что? Я немножко вот это не понимаю. Нет, ну смотрите, вот что такое условие, что функция непрерывна в точке x0, это условие, что верно, вот такое равенство. Это по определению. А, ну то есть она может быть не определена в самой точке x0. Нет, она не может быть непрерывна, потому что иначе как бы правую часть здесь посчитаете. Конечно, для того, чтобы что-то говорить про производную, конечно, нам нужно, чтобы значение f от x0 было определено. Потому что иначе, если значение f от x0 не определено, то как вы вот этот предел вообще напишите? Потому что вот здесь встречается же f от x0. Поэтому никуда не денется. В f от x0 она должна быть определена, и в близких точках значение должно быть близким. То есть вот этот предел, когда x тимится к x0, должен быть равен f от x0. И мы ровно это и доказали. Все, хорошо, спасибо. Вот. Хорошо. Ну что, давайте двигаться дальше. Следующее утверждение про касательные и линейные приближения. Значит, смотрите, что я хочу сказать. Вот, допустим, я нарисовал график функции. И, допустим, что у меня функция дифференцируема в какой-то точке x0. И я провел касательную графику в этой точке. Я хочу сказать, что если я буду смотреть на очень маленькую окрестность этой точки, вот буквально под микроскопом буду смотреть вот в эту часть графика, то там касательная будет проходить очень близко к моему реальному графику. То есть, если я сделаю такое увеличение вот этого фрагмента, то оно там будет выглядеть как-то так. У меня будет касательная, а здесь будет мой график. Он будет как-то вот так проходить. А если я еще сильнее сделаю увеличение, вот такой вот кусочек еще увеличу, то они там практически совпадут. У меня будет касательная, а вот тут вот будет график. Как-нибудь вот так он будет идти. Неформальное утверждение такое. Касательное – это такая прямая, которая очень хорошо, в некотором смысле самым лучшим образом, приближает наш график вблизи какой-то точки, вблизи той точки, в которой мы это касательно провели. Формальное утверждение записывается так. Значит, давайте я построю… Значит… Меня сейчас интересует вот это расстояние между касательной и самим по себе графиком функции. Давайте посмотрим, как его записать. Можно сказать так, что меня интересует f от x0 плюс дельта x. Минус f от x0. И я хочу сказать, что вот эта штука, она устроена так. Это есть f' в точке x0 умножить на дельту x плюс какая-то функция α от дельта x умножить на дельту x. Значит, давайте я допишу начало этой теоремы. Она говорит так. Пусть f дифференцируема в точке x0. Тогда существует такая функция α от дельта x, стремящаяся к нулю при дельта x, стремящаяся к нулю. Такая, что выполняется вот такое утверждение. Давайте посмотрим, что здесь такое написано и что здесь такое нарисовано. Давайте я, может быть, перенесу f от x0 в правую часть, и тогда будет чуть более понятно. Значит, f от x0 плюс дельта x равняется f от x0 плюс f' от x0 умножить на дельту x плюс α от дельты x умножить на дельту x. Смотрите, вот если я смотрю вот на вот эту вот часть, что за график задается вот таким вот уравнением? Давайте я как-нибудь эту штуку, на самом деле, отдельно обозначу. Вот давайте я ее обозначу, l от дельты x. И вопрос, вот это вот l от дельты x, что она задает за график такой? Уравнение линейной прямой. Да, это уравнение прямой. И причем какой прямой? Значит, на самом деле у нас дельты x, это есть x минус x0. Да, и можно было бы сказать, что вот эта самая l от дельты x, это штука, которая как раз задает нам касательную. Да, ну почему так? Потому что, во-первых, когда дельта x равняется нулю, это означает, что мы вот в этой точке, в точке x0. И в этом случае у нас значение вот этой штуки равняется f от x0. То есть это означает, что мы как раз проходим через вот эту точку, через вот эту вот точку. И угловой коэффициент у нее как раз равен производной. То есть это в точности касательная наша. Что говорит вот это равенство? Оно говорит, что разница между нашей настоящей функцией, настоящим графиком, который задается через f от x0 плюс дельта x. И вот этой касательной, что эта разница, она маленькая, но она не просто маленькая, а она маленькая по сравнению с дельтой x. То есть даже если я увеличу эту разницу, даже если я все поделю на дельту x, то вот эта разница по-прежнему будет маленькой. Потому что вот эта альфа от дельты x – это величина, которая стремится к нулю при дельте x, стремящемся к нулю. То есть как бы вот эта штука становится маленькой, когда дельта x становится маленьким. А вот эта штука еще меньше. Она маленькая по сравнению с дельтой x. Давайте я докажу это утверждение. Оно мне пригодится больше. Альфа от дельта x – это какая-то функция. Мы про нее ничего не говорим, кроме того, что она существует. Она определена где-то в окрестности точки x0. И мы про нее говорим, что она стремится к нулю при дельте x, стремящемся к нулю. Вот это единственное, что мы про нее говорим. Мы говорим следующее, что вот этот вот добавочек – это на самом деле просто вот это расстояние между графиком функции и касателем. Значит, мы говорим, что вот этот добавочек – он маленький по сравнению с дельтой x. То есть что если его поделить на дельту x, то то, что у нас останется в частном, оно по-прежнему будет маленьким. Оно будет стремиться к нулю, когда дельта x стремится к нулю. И для чего это? Это как раз формализация утверждения о том, что касательное приближает хорошо наш график нашей функции, когда мы рассматриваем маленькую окрестность точки x0. Зачем мы умножаем на дельту x? Потому что мы хотим показать, что вот эта штука, она не просто маленькая. Просто вот эта штука тоже маленькая. Когда дельта x становится маленькой, вот эта штука тоже становится маленькой. А вот эта штука, она маленькая даже по сравнению с маленьким дельтой x. Вот эта вот штука стремится к нулю, и вы вот эту дельту x еще дополнительно умножаете на какую-то штуку, которая стремится к нулю. В качестве примера того, почему вот эта штука может быть интересной, представьте себе, что я буду строить вот это мое увеличение, которое у меня показано на картинке. В результате этого увеличения, смотрите, у меня как бы растягивается, вот когда я перехожу от вот такого маленького окошечка к вот такому, у меня растягивается все и по горизонтали, и по вертикали картинка. Это означает, что вот это вот расстояние, оно во много раз увеличивается. Но оказывается, что даже если я буду… во сколько раз оно увеличивается? Ну вот оно как бы увеличивается во столько раз, насколько маленький вот этот квадратик я взял здесь. То есть фактически вот это расстояние, оно делится на размер вот этого квадратика. Потому что я, допустим, вот этот квадратика отображаю просто там в квадратик размера 1 на 1. И что показывает вот это равенство? Оно показывает, что когда я буду делать вот такое вот увеличение, за счет того, что я в результате этого увеличения рассматриваю все более и более близкие точки к X0, за счет того, что у меня delta x становится все меньше и меньше. Даже несмотря на то, что я по вертикали тоже картинку растягиваю, все равно у меня вот это качество приближения, оно становится все лучше и лучше. Потому что даже если я вот эту вот поправочку поделю на delta x в результате вот такого растягивания, у меня все равно эта поправка останется маленькой. Потому что, ну как, если я вот эту вот величину поделю на delta x, останется вот эта альфа от delta x. И она стремится к нулю при delta x, стремящемся к нулю. Как осталось, понятия нет? И еще вопрос можно. Давайте. Где f от x0 плюс delta x минус f от x0. У нас же производная, это и есть вот эта вот разность, деленная на delta x. Да. Ну, по факту, это уже не равенство будет, когда мы что-то еще добавляем, хоть и приближенное к нулю. Или как? Смотрите, производная, производная, это предел вот этой штуки, деленной на delta x. То есть вот это, вот это равенство, вот такое равенство, без добавки, оно, как бы, вот это равенство, оно вообще говоря неверно без вот этой добавки. Если бы вот такое равенство было бы верным, то это бы просто означало бы, что моя функция f зависит от delta x линейно. То есть это бы означало бы, что у меня на самом деле f, это просто, она просто совпадает, график f совпадает с касателем. При delta x, стремящемся к нулю, это равенство становится в некотором смысле все более и более верным, все более и более точным. Но это как раз мы и показываем, говоря, что вот этот добавочек, который показывает, насколько сильно это равенство нарушается, что он становится маленьким, причем он становится маленьким по сравнению с delta x. Окей. То есть, как бы, вот это вот равенство, оно чем, вот это равенство, оно чем хорошо? Тем, что оно честное. Вот в самом этом равенстве здесь нет никаких пределов. Оно честно выполняется при delta x, ну там, из какой-то окрестности нуля. Абсолютно точно, здесь вот нет никакого предела. Все утверждения про пределы мы запихнули вот сюда, вот в утверждение, что альфа от delta x стремится к нулю. А само это равенство, оно уже абсолютно честное. Вот. Ну, хорошо, я думаю, что на самом деле будет правильно, если я доказательства отложу на следующую лекцию, потому что у меня осталось две минуты, и я не успею сейчас его рассказать. Оно несложное, но будет полезно, наверное, если все внимательно за ним проследят. Вот. Поэтому пока только формулировка этой теоремы. Вот. Ну вот. Так что... Ну вот, чуть-чуть не успел рассказать доказательства этой теоремы, а все остальное я рассказал, что собирался сегодня. Значит, есть ли еще какие-нибудь вопросы? А сегодня же будет консультация? Да, консультации сегодня будут. Я напишу, когда. Ну, там, как обычно, часа. А можно, пожалуйста, ее записать и потом выложить, потому что не будет возможности онлайн сразу. Хорошо, запишем. Так, а еще раз. Теорема заключается в том, что мы определяем, что такое касательное и достаточно близко. Правильно я понимаю? Значит, терема заключается в том, что касательное хорошо приближает нашу функцию. Как бы вот касательное, оно задается вот такой вот штукой. Соответственно, добавочка, которая позволяет... Вот эта вот часть, это касательное. А вот это добавочка, которая позволяет из касательного сделать наш настоящий график. Утверждение состоит в том, что вот эта добавочка, она маленькая. И она не просто маленькая, когда delta x стремится к нулю, а она еще и маленькая по сравнению с delta x. Вот такое утверждение. Спасибо.